Луся. Это от какого имени? Не знаю. Латвия сбустила процедуру ликвидации некоторых эмигрантских русскоязычных СМИ. Литва по просьбе Киева потребовала от редакции каналов «Популярная политика» без шума до конца года покинуть страну. Они рассматривают переезд в Швейцарию, Испанию, Кипр, Грузию. Вот. Ну, понимаете, Латвия, в отличие от Соединенных Штатов, маленькая страна, они пытаются разобраться в ситуации. Соединенные Штаты. Интересно, у меня была дискуссия тут с одним американским экспертом. Ну, он, в общем, больше пропагандист, чем эксперт. И я ему задал вопрос, что, ну, вот вы что, неприятно. Ладно, Навальный, но вот по Ксении Собчак вы что, не понимаете, что это потанцовка Путина, что она на него работает, выполняет его задания. Вот, ну, как Прохоров. Перед этим, главное, ни она, ни он не скрывают то, что они дружат с Путиным. Да, я это понимаю. Говорит, он не понимает. Она говорит, я это понимаю. Но она говорит правильные вещи. Она распространяет правильную информацию, так сказать. Вот так говорит о необходимости свободы там и так далее. Я говорю, ну, с целью не допустить эту свободу. Это неважно, говорит он. Она говорит правильные вещи. И за это спасибо. В Латвии, понимаете, там чуть-чуть другая ситуация. Там все это меньше. И доминирующее, так сказать, статистически общественное мнение. Ну, оно тоже там есть. Мнение обывателей там. Кто? Кто-то тут эстонский президент, что ли. Я не помню. Кто-то из чиновников высокого уровня критиковал русских либералов и в качестве примера Навальнов приводил. Ну, Путина можно было бы приводить в качестве примера. Но он там постеснялся. Навальнов. Вот. Здесь, в странах Балтии, они все-таки пытаются разбираться в этой ситуации. Ну, и хотя бы понимают, что канал Навального, он выполняет роль пропагандистскую. Не прямо, не в лоб, косвенно. Но легко это показывается анализом того, что они говорят, делают. Отвлекают внимание от реальных событий. Неудивительно, что украинцы это понимают. И обратили внимание, там, стран Балтии, на то, что на их территории действуют пропагандистские каналы Кремля. Ну, вот такие. В очень странной, изысканной форме. Там, делающей вид, что они оппозиция. Вот. Украинцы это, во всяком случае, хорошо понимают. Меня это радует. Вот. Так что... С американцами, видите, уже невозможно сравнить на экспертном уровне. Я думаю, что именно из-за статистического, так сказать, влияния общественного мнения, вот это общественное мнение, не сбалансированное экспертно, оно доминирует в Соединенных Штатах. А общественное мнение в странах Балтии, оно статистически менее представимое. И потом близость к России, близость к тем, кто понимает, что происходит. И желание разобраться. Тут ведь, вот, в Соединенных Штатах, то, что я понял, они эксперты, они просто мало знают Россию, потому что мало и не глубоко внедряются, вот, в информационную среду. Большинство из них не знают русского языка. Им проще принимать точку зрения, ну, такую обывательскую, такую ненаучную, неэкспертную. Вот. Ну, поздравления странам Балтии, которые, ну, действительно, экспертно лучше разбираются в том, что происходит с российской оппозицией.